Да, есть. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Аллилуйя. Благословен Владыка наш Господь. Благодарю Господа за этот вечер, начало нового дня. Я приветствую всех братьев, сестер, всех святых, всех детей Божьих. Приветствую из Киева, с нашей Киевской архиепископией, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Сегодня начинается Пурим. Да, библейский, старый, добрый библейский праздник Пурим. Сегодня и завтра мы читаем книгу «Исфирь». Да, потому что именно эта книга в Библии рассказывает нам об истории этого праздника. О том событии, которое стало на все эти века праздничным событием. Праздником для всех евреев, для всех иудеев, для всех уверовавших с разных народов. И сегодня это праздник для верующих разных конфессий, верующих разных динаминаций. Всех, кто признает Библию именно Божьим, Святым Словом. Аллилуйя! Так, сейчас напишу здесь. Так, завтра я преподаю, продолжаю занятия. Вот, здесь в школе. Школа называется «Школа библейского христианского мировоззрения». О, очень такое название прям. Такое, слава Богу, хорошее название. Так, так, вот, Пурим, это библейский праздник. Вот сейчас есть его тоже в комментариях. Получится? Нет, чуть больше. Аллилуйя! Да, вот, написал сейчас комментарий. Что Пурим, это библейский праздник спасения народа Божьего. Аллилуйя! Сегодня 20 марта, а в библейском исчислении сегодня 13 адара. Ну вот сейчас прям, вот буквально вот в эти минуты начинается уже 14 адара. Вот, 5779 года, вот, сотворение мира. Или же, если от исхода нашего считать, из Египта, из рабства египетского, то прошло 3330 лет. Завершается 3330 год. Вот, последний месяц уходящего года. Вот, и потому что отчет лет ведем по древней иудейской традиции, как от сотворения мира, так и от исхода, как в Библии, в общем-то, и рассказывается нам. Слава Богу! Вот, и я как православный священнослужитель, как реформатор, очень много уделяю внимания этому. Вот, и стараюсь напоминать братьям, сестрам об этом. Аллилуйя! А сегодня помолимся. Господа поблагодарим за все. И постараюсь я вот прочесть здесь из книги «Исфири». «Исфири». Вот так. Аллилуйя! 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 Так, сейчас отсоединю здесь. Вот так вот. О! Неудобно немного, но ничего. Нужен, короче, ноутбук. Сейчас-то здесь. Или стационарный компьютер, чтобы одеть. С телефона все. И вот сейчас я пробую сейчас читать. Ну, не так удобно, конечно. Но ничего. Самое главное, внимательно наши сердца настроим сейчас на божественный эфир. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Помолимся, друзья. Аллилуйя! Слава тебе, Боже! И праздник приходит, праздник к нам приходит, праздник наступает, праздник Пурим. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Благословен Господь, Бог наш! Аллилуйя! Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас. И очистил нас от всякой скверны, И ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, Хвала тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарю тебя, Господь, за этот вечер, чудесный, добрый, святой вечер. Благодарю тебя за начало нового дня, за начало праздника, за то, что, да, почти две с половиной тысячи лет тому назад, ты совершил чудо спасения народа своего. Благодарю тебя, мой Бог и Царь, благодарю тебя, Боже, за царицу Исфирь, за Мордыхая, Мордыхея. Благодарю тебя, Господь Боже, за то избавление, которое ты совершил, Боже, о котором рассказывает Библия твоя святая, книга Исфирьи, повествует нам об этой битве добра и зла, подлости и коварства, с одной стороны, замысла врага, сатаны, против народа твоего, с другой стороны, покаяния и смирения народа твоего, мужества твоего народа, Господь, и верность тебе. Ты почтил своих детей, Господь, возвращающихся в покаяние, и заступился за них, Господь, слава тебе, Боже всемогущий. Благодарим тебя за то, что ты совершил, Господь, с отцами нашими, Боже, в древности, тогда, в это время, как раз года. Спасибо тебе, Боже всемогущий, в эти самые дни. Аллилуйя. Благодарю тебя за то, что повержен был нечестивый Аман, и весь его дом, и все вот эти тысячи антисемитов, фашистов тех лет, которые хотели устроить этот огромнейших, страшнейших холокост. Боже, ты посрамил их рукой крепкую, мышцу простертую. Боже, благодарю тебя, Господь, за победу твою. И я благодарю тебя, что ты и сегодня тот же самый, и сегодня, касающийся нас, касается зеница, око твоего, Господь. И сегодня ты с нами, и благоставляешь нас, детей своих, Боже, и рассеиваешь все полки врагов наших. Слава тебе, Боже всемогущий. Благословен ты, Царь наш. Аминь, аминь, аминь. Братья и сестры, приветствую, кто подключился уже, кто сейчас онлайн, и кто потом в записи будет смотреть вот эту трансляцию. Эта трансляция посвящена из Киева, я веду ее, с нашей Киевской архиепископии. Я посвящаю ее библейскому празднику Пурим, празднику спасения Божьего народа. Господь велик, Господь благой, человеколюбивый. Вот, и то чудо, что он совершил через царицу Исфирь, через Мордыхая, вот это покаяние народа Божьего, это возвращение, и действительно это чудо Божье. Спасибо тебе, Господь. А книга Исфирь, мы читаем ее каждый год, но, в общем-то, не только раз в год, конечно. Многие из нас перечитывают ее и не раз в год, в разные времена года. Но весной, в полнолуние месяца Адара, мы ее перечитываем все вместе. Почему? Потому что, да, почти два с половиной тысячелетия тому назад, именно вот в полнолуние месяца Адар, именно вот в это самое время, Бог совершил чудо. И об этом рассказывается, да, в книге Исфирь, как хотели нас истребить враги наши, но вышло не по ихнему, вышло по Божьему. Вышло действительно так, что Бог заступился. Ну и начнем, наверное, да, приступим. Книгу Исфири читаю. Я здесь в интернете вижу, здесь разные переводы есть. Вот я, значит, сейчас с сайта vaikra.com, еврейский сайт. Есть разные переводы, есть переводы, вот, еврейские переводы. Мне очень нравятся, тем более, что имена многие, как раз они вот имена вот оригинальные, и многие названия оригинальные. Господь благослови нас. Слушаем, да, внимательно. Вот, и благоставляю вас, паки-паки, снова и снова, как говорится. Вот, и хочу напомнить, что завтра буду продолжать я, значит, в школе преподавать здесь, в Киеве. Поэтому киевляне, вот уже мне написал Ильин, брат, кто-то еще написал, что завтра приезжают, возможно, наш отец Олег сможет быть, дай Боже, вот, если вы в Киеве, то, пожалуйста, приезжайте завтра. С 9 утра будет молитва у нас в школе, там, значит, на Сокорках, значит, от Славутия, там, 6 километров по прямой даче, улица Весняна, Висим. Вот, значит, и с 9 утра молитва, а с 10 начала занятий, до 13.00 занятия. Поэтому приезжайте, вот, буду рад лично общению, встрече, слава Богу. Вот, но если не сможете, то тогда уже в трансляции посмотрите, или в записи. Вот, а в воскресенье я буду не у нас в церкви, внимание тоже, обращаю ваше внимание, что в воскресенье я буду не у нас в церкви проповедовать, у нас в церкви будет, наверное, отец Алексей будет, скорее всего, наш благочинный сможет быть уже, отец Максим будет, наверное, отец Виктор тоже будет, то есть наши священники проведут служение на Кловской, как обычно, вот, а я буду в это же самое время с 10 утра, я буду в Рыбальском острове, там, Рыбальский полуостров, вот там будет служение, я буду в гостях, первый раз я буду в этой церкви, протестантская, евангельская церковь, называется Иисус Христос, путь истинной жизни. Согласитесь, название чудное, удивительное, это прекрасное название, вот, и я буду там у них в гостях, буду проповедовать, делиться Словом Божьим, поэтому, если хотите, вот, тоже общение, потому что после служения я не спешу никуда, вот, и буду рад тоже за чашкой чая пообщаться, вот, ответить на вопросы, помолиться вместе потом, вот, значит, о нуждах каких-то, я не знаю, приезжайте на Рыбальский остров, адрес я на фейсбуке, в блоге своем выставляю, и поэтому, и под этими видео тоже буду выставлять, слава Богу. Так что, надеюсь, все подключились уже, кто хотел подключиться, Аллилуйя! Напоминаю, кто подключается, что сейчас в эти же, в эти минуты начинается волнение такое у меня сейчас внутреннее, такое радостное волнение, радостное трепетное волнение, начинается веселый, старый, библейский праздник, называется он Пурим. Аллилуйя! Хак Пурим! Хак Пурим! Так, сейчас и начинаем чтить.